В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое. Французский поэт-эссист Поль Валерий. И знание своего прошлого помогает эту встречу сделать чуть более предсказуемой. Здравствуйте! В эфире программа «Хронограф» и я, ее ведущая, Елена Ткачевна. В 1978 году, в день рождения города, 30 июня, состоялось открытие музея Треста Магнитострой. Народа на открытие пришло столько, что залы просто не вмещали всех желающих, и ажиотаж не спадал несколько дней. Достаточно сказать, что только за первую неделю новый музей посетили тысячи человек. Гордостью музея Треста Магнитострой являются движущиеся макеты. Над их созданием трудился художник Иван Надеенко. Известно, что профессионального образования он не имел. Живописью он увлекся еще в 30-е годы. Говорят, что тогда же он познакомился с другим магнитогорским художником, воспевшим магнитку в красках, Георгием Соловьевым. Над своими макетами Надеенко работал тщательно, прорабатывая буквально каждую фигурку и реалистично воссоздавая ситуации из жизни магнитостроя 30-х годов. Всего в музее собрано более 40 тысяч экспонатов, 7,5 тысяч основного фонда, который за годы работы в музее увидели более 400 тысяч человек. Кстати, все представленные в музее экспонаты, включая орудия труда и механизмы, самые что ни на есть настоящие. Никакой стилизации под старину. Часть из них были переданы бывшими работниками Треста. Что-то попало в музей прямо со стройплощадок. 12 июля 2017 года, в канун Дня металлургов, в сквере Университетский при Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова состоялось знаковое событие – открытие скульптурной композиции «Броневое бюро». Героями композиции стали легендарный народный директор Магнитогорского металлургического комбината Григорий Иванович Носов, начальник прокатного сектора броневого бюро комбината Михаил Иванович Бояршинов и заместитель главного механика комбината Николай Андреевич Руженко. Броневое бюро комбината в страшном 1941 году совершило невозможное. Уже через месяц после начала войны выдало первый прокатный лист броневой стали. К истории броневого бюро мы возвращались и не раз, но имеет смысл вспомнить человека, фигуры которой на постаменте памятника нет. О нем, в принципе, предпочли забыть. Кристоф Кришьянович Нейлон. Уроженец Латвии, знаковый человек для военной магнитки. Во время Первой мировой войны Нейлон с потоком беженцев из Латвии попал в Россию. Учился и работал металлургом на Магнитогорском металлургическом комбинате. Руководя в годы Великой Отечественной войны мартеновским сектором броневого бюро комбината, именно Нейлон разработал принципиально новую технологию выплавки броневой стали в большегрузных мартеновских печах и внедрил ее в производство. Это и явилось главным открытием металлургии. Но любопытно, что в ноябре 1941 года в списке награжденных за освоение выплавки броневой танковой стали его фамилии нет. В государственной премии были удостоены Носов, Рыженко, Смирнов, Левин и Сахин, а между тем в разное время начальник бронебюро Левин, металлург Бегеев, директор комбината Носов отзывались о Кристопе как о главном разработчике этой технологии. Магнитогорец, почетный металлург и лауреат в государственной премии Юрий Снегирев предположил, что Нейлон просто-напросто не подошел по характеристикам. Похоже, он действительно был очень неудобным человеком. В партию вступил только в марте 1942 года, уже после награждения. Возможно, также сыграли роль его нерусское происхождение и немецкая фамилия. Во всяком случае, Нейлон, вероятно, был задет историей с награждением. После войны он уезжает в Латвию и продолжает активную научную и общественную деятельность. Он стал доктором технических наук, позднее ректором Рижского политехнического института. Умер он в 1960 году. Еще одна летняя дата – 27 июля 1991 года. Связан этот день с печальным событием для города. Ушел из жизни Иван Харитонович Рамазан, человек, которого даже спустя 30 лет по-прежнему называют народным директором комбината. За период его руководства на комбинате было выплавлено рекордное количество стали – более 16 миллионов тонн. ММК был переведен на полный хозорасчет и самофинансирование, был построен и пущен кислородно-конвертерный цех. Было капитально отремонтировано с элементами модернизации шесть доменных печей. Освоено производство свыше 70 профилей проката. Безусловно, все это важно, но крылатая фраза «Мы дети Рамазана» родилась все же не поэтому. Его трудно было застать в кабинете. Директор каждый день в фуфайке обходил промплощадку, разговаривал с рабочими. В то время дефицит доходил до голодных забастовок. Были бы такие и на комбинате, но Иван Харитонович находил нужные слова, и рабочие терпели, твердо зная, «Рамазан слов на ветер не бросает». Узнал Иван Харитонович, что из-за дефицита мыла рабочим нечем мыться после смены. Построил на ММК мыловаренный цех. Одним из первых в стране заключал бартерные сделки с иностранными компаниями, присылавшим в обмен на металл мясо и консервы, одежду и обувь, видеомагнитофоны и холодильники. Было еще одно выражение – «птенцы Рамазана». Это о молодых, талантливых и амбициозных работниках комбината. Рамазан любил таких и смело выдвигал их на руководящие посты, посылая в заграничные командировки, чтобы увидеть, как там живут, чтобы строить здесь жизнь еще лучше. Его имя носит одна из средних школ города – Ледовый дворец. Проводятся международные хоккейные соревнования памяти Ивана Рамазана. Создан музей и памятник, посвященный этому замечательному человеку. Сегодня акватория реки Урал переживает второе рождение. Яхтенный спорт, вейкбординг, грибная станция, пляжи, да и просто чистая река. Мы свидетели этих преобразований, но надо сказать, что живой река была долгие годы. Практически с первых дней строительства и вплоть до 80-х годов прошлого века. Первую водную станцию построили в 1932 году и в штат приняли 12 человек. Буквально через год была организована секция плавания во главе с 17-летним инструктором Иваном Дрямовым. И плавание было включено в зачет летней городской и заводской спартакиады. В 1936 году команда пловцов комбината стала чемпионом первой областной спартакиады, Адрямов установил рекорд области в плавании вольным стилем на 100 метров. В довоенные годы на станциях заводского пруда установили вышки для прыжков в воду, и эта эффектная спортивная дисциплина стала украшением праздничных состязаний металлургов и строителей. Известен еще такой факт. 22 августа 1943 года чемпионы Уральского военного округа по плаванию, лейтенант бронетанковой школы Валентин Федоров и лейтенант авиационно-технических курсов Василий Конкин организовали сверхдальний заплыв по заводскому пруду на реке Урал и сами участвовали в нем. Пловцы успешно преодолели дистанцию в 15 километров, затратив на это менее пяти часов. После войны плавание как вид спорта продолжало радовать достижениями. Основным прорывом стало открытие в 1966 году бассейна во дворце пионеров. Но спортивное плавание в крытых бассейнах, новые чемпионские имена и достижения – это уже совсем другая история. Наша событийная лента подошла к концу. С вами была программа «Хронограф». Встретимся через неделю. Продолжение следует...